Какая-то вводная информация про .NET, ASP.NET я рассказал, но это совсем базовая информация и по сути она веб-разработчику не нужна. И как часто говорят, что веб-разработчику на самом деле практически ничего не нужно, кроме знания основ того, как на самом деле работает веб. То есть что там есть, какие есть протоколы и как выглядит разметка. Но по факту, на самом деле, если прийти к большинству компаний, можно обнаружить, что даже этого веб-разработчику часто знать не надо. Так вот, этот раздел, он, пожалуй, самый важный. Почему? Потому что основная концепция, это, собственно, есть страницы и элементы управления. Ну, давайте очень кратко скажу о том, какие вообще основные концепции необходимо знать для того, чтобы успешно работать с ASP.NET. Самая главная концепция — это концепция элементов управления. Они же еще называются контролы. Вот контролы удобнее, но элементы управления правильнее. И поэтому, когда в каких-нибудь книжках редактируешь, очень часто потом редакторы говорят, что слово контролы надо искоренять. Но получается с трудом. Код контролы, они же элементы управления, это некие компоненты, которые внутри себя инкапсулируют некоторую логику. Мы посмотрим, что это такое. И они являются, пожалуй, основой основ для веб-форм, поскольку основная концепция веб-форм заключается в том, что мы создаем некоторые переиспользуемые компонентики и потом эти компонентики подключаем на все наши странички, там, где мы этого хотим. При этом компоненты должны быть достаточно самостоятельные, то есть они должны уметь себя отрисовать правильно в HTML, правильно отреагировать на какие-то внешние параметры запросов, такие как, например, версия браузера и тот браузер, который обращается, и многое-многое другое. Вторая очень важная концепция — это хранение состояния. Как мы все знаем, HTTP — протокол, который состояние не поддерживает. То есть для сервера на самом деле все выглядит так. Пришел какой-то запрос, но отработал и забыл. То есть в принципе серверу все равно, какой там клиент, что с этим клиентом происходит. Клиенту по сути тоже. Но для того, чтобы работала вот эта концепция, такая сквозная элементов управления, они должны как-то поддерживать свое состояние. Поэтому был разработан специальный механизм, который позволяет это состояние все-таки как-то виртуально сохранять. То есть для того, чтобы между обновлениями страницы, между запросами на сервер контролы запоминали, как они выглядят, какие действия с ними были проведены. Мы посмотрим, как это устроено. Третья очень важная концепция — это события. По сути для веб-сервера какое есть событие? Пришел запрос, сделали ответ, отдали. Все, одно событие. Для того, чтобы удобно разрабатывать в концепции элементов управления, необходимо ввести такие понятия, как события элементов управления. То есть у нас может быть, например, выпадающий список, у него будут разные события. Щелчок на стороне пользователя, изменение значения на стороне пользователя, какие-то дополнительные параметры. То есть мы можем создать некие дополнительные события, и мы тоже на это посмотрим. Соответственно, события тоже для сервера нечто искусственное. Поэтому необходим механизм, который будет нашему серверу сообщать, что же, собственно, произошло на страничке, что произошел запрос к серверу. И, пожалуй, третья концепция — это контекст обработки запроса. Поскольку у нас есть много элементов управления, независимых друг от друга, они должны как-то уметь общаться между собой и как-то общаться с теми параметрами запроса, которые приходят. Для этого создана такая специальная подсистема, как служба хранения некого контекста всего запроса. То есть всех параметров запроса, который пришел от браузера, всех параметров обработки запроса, которые выполнили те или иные элементы управления или компоненты инфраструктуры. Собственно, что такое элемент управления? По сути, это некая обертка над стандартным HTML. То есть элемент управления — это некий класс. А вот, кстати, я забыл спросить, все знакомы с объектно-ориентированным программированием? Хорошо, а кто не знаком? Это неплохо. Структурное программирование тоже хорошо. По сути, есть некий класс, с которым мы работаем в коде, то есть задаем какие-то свойства, задаем какие-то методы у него вызываем, то есть что-то с ним делаем. И этот класс умеет сгенерировать некий HTML-код, который потом будет ставлен на страничку, и который потом на стороне клиента будет создавать некую функциональность, которую мы от него ожидаем. При этом эти элементы управления могут быть разной сложности. Они могут все время генерировать один тот же HTML-код, а могут реагировать как-то на параметры состояния, на контекст. Они могут, например, проверять, какая версия браузера используется, и генерировать HTML-код, который будет валиден именно для этого браузера. Тут маленькое отступление. К сожалению, до сих пор все браузеры, поганцы такие, не поддерживают стандарты. Я даже знаю, кто в этом виноват. Самое главное, что эти элементы управления сами должны поддерживать свое состояние, используя стандартные механизмы speed.net. Вот, собственно, хранение состояния. Да, HTTP не поддерживает хранение состояния. Так каким образом мы можем его сохранять? Мы можем делать следующее. Между запросами мы можем создавать некое скрытое поле на форме, которое будет отправляться на сервер каждый раз, где сохранять всю информацию о том, что же произошло с элементами управления на нашей страничке. То есть на самом деле концепция очень простая. Допустим, пользователь может как-то произвзаимодействовать с нашими, например, выпадающими списками, выбрать какие-то разные значения. Мы отправляем это на сервер, эта информация передается на сервер, сервер понимает, какие значения выбраны, просто из полей формы, которые к нему пришли, поэтому нет никаких проблем установить те же значения потом при обновлении страницы. А теперь представим такую ситуацию, что пользователь может изменить не только значение выпадающего списка, то есть то, что отправляет браузер на сервер в качестве пары ключ-значения. Ну, например, положение этого списка на страничке, цвет шрифта, что-то еще. То есть может выполнить какую-то операцию, которая позволяет на стороне клиента внести изменения, которые браузер не сообщает никак серверу. Соответственно, что нам необходимо сделать для того, чтобы эта информация сохранилась? Нам необходимо создать некое скрытое поле, где в каком-то формате записать всю ту информацию, которая необходима серверу для того, чтобы все время генерировать код, отражающий все эти изменения, которые произошли с элементами. Поэтому механизм стандартный работает так. Мы делаем некий запрос на сервер, у нас отображается страничка, отображаются элементы управления. Мы вносим какие-то изменения в эти элементы управления, нажимаем какую-то кнопку или вызываем какое-то действие, обновляющее страницу, информация уходит на сервер. Сервер запоминает все те действия, которые мы провели, то есть все те параметры, которые изменились у наших компонентов. Для этих компонентов сгенерируется специальная строка, описывающая то состояние компонентов, в котором они были на момент обращения к серверу. Она сервизуется, сохраняется в скрытое поле, и после этого на скрытом поле вся эта информация сохраняется до следующего запроса. Таким образом, мы как бы виртуально пытаемся поддерживать состояние. События тоже, в принципе, как-то связаны с механизмом хранения состояния, но и содержат еще дополнительный механизм. Когда мы вызываем какое-то обращение на сервер, стандартное обращение вызывается нажатием на кнопку submit, браузер все отправляет. У нас могут быть дополнительные какие-то варианты создания запросов на сервер. Мы можем сделать так, что у нас выпадающий список. Если мы изменяем у него значение, происходит submit. То есть происходит тоже submit формы, но здесь в данном случае это делается JavaScript. Самое главное здесь заключается в том, чтобы сообщить серверу, какой элемент управления вызвал обновление формы. Поэтому все элементы управления speed.net, если они работают в стандартной структуре speed.net, они делают следующее. Они сохраняют в скрытое поле информацию о том, какой элемент управления вызвал обращение на сервер и почему. То есть, например, мы сказали, что мы хотим, чтобы выпадающий список при изменении значения вызывал обновление страницы. То есть все данные отправлялись на сервер. То, соответственно, при изменении значения в выпадающем списке будет вызван специальный JavaScript метод, который установит в скрытое поле следующие параметры. Имя того элемента, то есть выпадающего списка, который вызвал обращение на сервер, и, соответственно, параметр значения события, изменения индекса или изменения значения самого выпадающего списка. Также механизм событий нужен не только для самих элементов управления, но и для всех страниц и всей инфраструктуры. То есть у нас есть процесс обработки запроса. Вот запрос пришел на сервер, наша страничка начала что-то делать. Нам в этом процессе обработки запроса необходимо сделать несколько стандартных операций. Например, создать все элементы управления, загрузить в них состояние, все-все-все. Для того, чтобы мы, как разработчик, могли в будущем как-то влиять на процесс обработки запроса, создается набор событий, который выбрасывает страница и говорит, я сделала следующее, я сделала следующее. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли сами переопределить тот механизм, который будет использован при выполнении того или иного события. Но мы сейчас посмотрим это на примере, будет понятнее. События бывают разные. Бывают события уровня странички, такие как обновление этой странички, щелчок по кнопке на этой страничке. Бывают глобальные события, возникающие для всего приложения. Есть некий набор событий, которые возникают для приложения в принципе один раз в его жизни. То есть запуск приложения, окончание приложения. Есть события, которые возникают при приходе нового пользователя. Создание сессии. Создание клиентской сессии. То есть пользователю сохраняется cookie file, и на основании этого мы определяем, что это тот же самый пользователь или нет. Приходит новый пользователь, мы выкидываем события session start. Есть события, которые выполняются для каждого запроса. То есть каждый запрос к любой страничке вызывает некую очередность событий. То есть начало запроса, обработки запроса, аутентификация запроса и многое-многое другое. Для того, чтобы работать с этими глобальными событиями, есть специальный файл, который можно добавить в проект, который называется Global Asacs. Он внутри себя содержит некий файл кода, в котором мы можем эти события обрабатывать. Мы на это тоже немножко посмотрим. Основное, что происходит в ASP.NET — это запросы к странице. Вот мы обратились к некоторой странице, и она получила управление и начинает выполнять обработку этого запроса. У странички есть большое количество событий, здесь приведены только некоторые, которые происходят последовательно. В начале в загрузке самой страницы, то есть создается класс этой страницы, ему передается управление, и выбрасывает событие PageInit. В этот момент происходит следующее. У нас в момент, когда выбрасывается событие PageInit, происходит обработка данных, полученных от клиента. То есть из параметров запроса, get или post-параметров, создаются пары значений. На основании этих пары значений проверяется, каким элементам управления значения могут быть присвоены. Создаются все те элементы управления, которые созданы на страничке, то есть сами объекты элементов управления. Дальше происходит обработка событий PageLoad. В этот момент уже все информации о тех элементах управления, которые созданы на страничке, она уже есть. То выполняется обработчик OnLoad самой страницы. Если мы хотим какой-то код при каждом запросе выполнять, мы, соответственно, его помещаем в обработчик OnLoad. После этого вызывается метод OnLoad у всех элементов управления на странице находящихся, для того, чтобы они тоже могли какую-то инициализацию выполнить. После этого происходят специальные события контролов. То есть, допустим, если у нас произошло обращение к контролам, потому что кто-то щелкнул по кнопке, то у нас вызывается метод клик у соответствующей кнопки, обработчик события клик. После того, как все контролы отработали, вызывается специальное событие при рендер. В этот момент уже вся обработка завершена, то есть уже страница готова к тому, чтобы сгенерировать HTML-код и отправить его клиенту. То есть все действия, вся логика выполнена, осталось только сгенерировать HTML и отправить клиенту. В этот момент мы можем, если мы захотим, мы можем переоплинить это событие и здесь сделать что-то с тем деревом элементов управления, с той логикой, которая отработала. Это вот последний шанс что-то сделать. И после этого вызывается событие, в котором мы можем, так сказать, убрать за собой мусор. Если мы создавали какие-то соединения к удаленным сервисам, создавали какие-то соединения с файлами, соединения с базами данных, мы можем их здесь закрыть. И здесь при этом порядок выполнения обратный. То есть сначала Unload у всех элементов управления, которые есть на страничке, потом уже у самой странички. Но это пока может звучать немножко страшно, но чуть дальше мы посмотрим, как это работает, и будет все понятно. Как я уже говорил, есть механизм событий. У каждого элемента управления есть набор событий, связанных с его собственной внутренней логикой. То есть, например, у кнопки может быть событие щелчок по кнопке. У выпадающего списка может быть щелчок по выпадающему списку, может быть изменение значения выпадающего списка и многое другое. Ну вот давайте, собственно, перейдем к самому примеру. Мы открываем наше приложение Visual Studio. И попытаемся создать форму. И заодно посмотрим на то, как она выглядит. Открываем файл Default SPX. Нам по умолчанию открывается разметка. Что у нас есть в файле Default SPX? Какая информация содержится в разметке? У нас есть специальная директива Page, которая, собственно, и определяет, почему эта страничка на самом деле является страничкой SP.NET. В этой директиве указаны различные параметры, но в данном случае сейчас по умолчанию есть самое важное. Язык, на котором страничка написана, который используется. Файл логики к этой страничке. А также такая директива наследования, но наследование в данный момент нас особо не интересует. Нам сейчас важно, что у нас есть страничка, и она связана с неким кодом логики. Внутри странички есть стандартные HTML элементы, которые в то же время немножко нестандартны тем, что у них есть такой тег runet равен server. Если в элементе управления любого HTML элемента есть такой тег, это значит, что для этого элемента управления должен быть создан серверный компонент, который будет осуществлять некую логику работы с этим компонентом. И самый главный тег, который есть здесь на страничке, это тег формы, который в данном случае является серверной формой, поскольку у нас есть элемент runet server. И этот такой тег может быть на форме всего один, поскольку у нас только одна серверная форма может быть на странице. Вот, собственно, стандартная страничка. Давайте добавим сюда элемент управления. Можно это сделать несколькими способами. Можно напечатать, а можно воспользоваться тулбоксом, в котором есть стандартный список элементов управления, и, например, добавить кнопку. Можно просто перетащив, можно дабл-кликом. В данном случае это не так важно. Вот мы добавили элемент управления на форму. Это мы сделали в коде. Если мы хотим делать что-то визуально, мы можем внизу странички увидеть следующие кнопки. У нас есть возможность переключиться в режим дизайна, в визуальный режим, в сплит, когда у нас есть и дизайн, и код. Давайте переключимся в дизайн. Visual Studio отрисовывает нам внешний вид страницы, так как она будет выглядеть. Вот у нас есть страничка, на которой есть кнопка. Давайте визуально добавим сюда какой-нибудь элемент управления. Я добавляю сюда мой любимый выпадающий список. И сейчас я могу визуально как-то взаимодействовать с этими элементами управления. Если вы щелкнете на элементы управления и нажмете F4, если у вас не открыто окно свойств, откроется окно свойств. Окно свойств позволяет вам визуально задавать какие-то свойства того или иного элемента управления. В данном случае у нас есть такие свойства, как Back Color, цвет фона элемента управления. У нас есть цвет, например, обрамления, рамочки нашего элемента управления и много разных других свойств. Например, CSS-класс, то есть имя класса CSS, которое мы хотим связать с этим элементом управления и многое другое. Но в данном случае мы не будем особо пока этим играться, пока нам достаточно того, что мы можем что-то визуально делать. Кроме того, что мы можем вот так вот визуально изменить какие-то свойства элементов управления, у нас есть возможность использовать дополнительные возможности Visual Studio, такие как, например, визуальное редактирование элементов выпадающего списка. У нас есть специальный инструмент, который появляется вот по щелчку по такой вот замечательной штучке Edit Items. И мы можем добавить сюда несколько элементов, у которых есть значение текст и value, ну, соответственно, как у любого выпадающего списка. Ну, что-нибудь добавим. Тест. Ну, в общем, можно поиграться, можно что-то туда накидать. Но теперь давайте посмотрим на то, как мы создаем обработчики событий элементов управления. Есть два способа. В визуальном режиме мы можем двойным щелчком по элементу управления создать обработчик события, которые у него существуют по умолчанию. То есть мы нажмем два раза по кнопочке, Visual Studio сгенерирует нам заготовку метода обработчика. В данном случае button один клик. Если вы, кстати, не... А, кстати, кто не знаком с языком C-Sharp вообще? Если вы не знакомы с языком C-Sharp, на самом деле это не будет очень сложно, потому что язык очень похожий на C, похожий на PHP, и, в принципе, все понятно. Если будут какие-то непонятные элементы, вы спрашивайте, я расскажу. Второй способ создания обработчика событий — это, опять же, окно свойств, которое по F4 появляется. Там есть сверху такая иконочка молнии, которая показывает нам список событий, которые существуют у этого элемента. В данном случае у нас есть следующий элемент. Есть событие клик, есть событие init, load, prerender, unload. Вот. Мы можем, например, создать обработчик события init просто двойным щелчком по строчке, в которой есть название этого события. Так визуально это делать удобно. Как это делать? Не так удобно, но тоже можно. Мы можем открыть сам файл странички, открыть исходник, то есть фактически открыть разметку, и здесь ручками прописать какое-нибудь событие. То есть написать, например, подсказка, к сожалению, у меня не вылетает, потому что… А, нет, вылетает. Например, обработчик события unload, и дальше написать название функции, а потом определить функцию руками в файле. Так, в принципе, делать тоже можно, но не так быстро и удобно. Поэтому мы пока остановимся на визуальном методе создания обработчиков. Хорошо. Мы сейчас создали какой-то обработчик события. Пока не будем писать никакого кода. Нам достаточно того, что у нас сейчас есть. Давайте запустим наш проект на выполнение. При этом нам отладка не нужна, поэтому можно по Ctrl-LF5 его запустить. У нас запустится наша страничка, на которой есть наши замечательные элементы управления, на которые мы можем пощелкать. Замечательно. У нас щелкается выпадающий список, а еще бы он не щелкался. Если мы кликнем на кнопку, мы увидим, что страничка обновляется, то есть происходит обращение к серверу, запрос на сервер уходит. Самое, наверное, интересное — это посмотреть на то, как страничка SP.NET выглядит с точки зрения клиента. Вот если мы посмотрим на разметку, которую мы создали в файле default.spx, мы увидим, что у нас здесь есть такие элементы, которые, в общем-то, не имеют аналогов в HTML. ASP-button с тегом runnet-server, SP-dropdown-list с тегом runnet-server. На самом деле эти элементы — это элементы, те самые элементы управления SP.NET. То есть для каждого такого элемента SP.NET будет создавать специальный объект, который работает и реализует, собственно, необходимую логику. Поэтому для каждого из этих элементов уже будет сгенерирован HTML-код в процессе обработки запроса страницы. И мы его не увидим в том виде, в котором он есть сейчас. То есть, опять-таки, запускаем проект на выполнение, смотрим исходный код через view source, и видим, что у нас здесь есть HTML-код. И нету тех самых элементов, которые у нас были в том коде, который мы писали. У нас генерирован код HTML, как он был в нашей разметке, страничке разметки. А вместо элемента SP-button у нас был создан элемент input-type-submit. И, соответственно, у него есть имя button1, есть идентификатор button1. То есть те идентификаторы, которые мы использовали в наших элементах управления, прописывая в теге SP-button, они здесь существуют для того, чтобы инфраструктура SP.NET смогла связать эти элементы управления с теми элементами управления, которые у нас есть на сервере. И еще что мы можем увидеть. Здесь есть скрытые поля. Вот такие вот страшные скрытые поля. Одно из которых называется view state. Это то самое скрытое поле, в котором сохраняется состояние элементов управления. В данном случае состояние элементов управления достаточно маленькое, поскольку здесь записаны лишь параметры той самой кнопки. То есть то, что она синяя, то, что у нее такая граница, не помню уже какого цвета. Соответственно, все это здесь сохраняется. Если мы что-то изменим с этой кнопкой, то это тоже будет сохранено здесь же, в это скрытое поле view state. Еще одно скрытое поле — это поле event validation. Это поле, в котором сохраняется служебная информация для того, чтобы проверять, какой у нас тип события возник, и точно ли это событие сгенерировано той страницей. То есть специально для валидации того, какой элемент управления это событие нам сгенерировал. Вот, собственно, вся наша страничка спидатнет, как она выглядит с точки зрения клиента. Наш дропдаун лист превратился в стандартный select с набором options. Вот мы создали какую-то базовую формульку. Можно создать что-то более сложное, но мы создадим это на следующем уже, на следующем шаге. Сейчас мы начнем писать какой-то обработчик. Но перед тем, как писать какой-то обработчик, надо просмотреть еще одну важную тему, тот самый контекст запроса. Хорошо, вот у нас произошло обновление на сервере. И в самом обработчике, соответственно, что мы знаем? Мы знаем то, что у нас сработала та или иная кнопочка. Что мы еще знаем? Мы знаем, какие элементы есть на форме. Но мы ничего не знаем. Это параметров какого-то запроса, который пользователь прислал на нашу страничку. Соответственно, для того, чтобы с этими параметрами работать, есть специальный объект HTTP Context, который содержит внутри себя ссылки на специальные глобальные объекты. Глобальные объекты существуют следующие. Специальная коллекция Session, создающаяся для каждого пользователя, работающего с нашим приложением. То есть те, кто работал с PHP, знают, что там тоже есть такой же Session. Там только еще такой знак доллара красивый, такое подчеркивание, Session, замечательная совершенно вещь. Это просто коллекция тех данных, которые мы привязываем к тому или иному конкретному пользователю. У нас есть объект Application. Это глобальный объект всего приложения. Тоже коллекция каких-то данных, которые доступны всем сеансам всех пользователей нашего веб-приложения на всех страницах. Есть специальный объект Cache. Это объект, который реализует кеширование данных. То есть мы можем сохранить им какие-то данные и сказать, мы хотим вот эти данные сохранить, например, на час. Через час мы эти данные обновим. И есть два самых важных объекта HTTP Request и HTTP Response. HTTP Request содержит информацию от пользователя, то есть заголовки, которые прислал в браузер, данные формы, которые прислал в браузер. А HTTP Response — это стандартный объект из PIDAT.NET, с помощью которого выдается ответ пользователю. То есть у этого объекта есть такие методы, как добавить заголовок в ответ пользователю, выдать пользователю некий HTML-вывод, что-то еще сделать. То есть с помощью этого объекта на самом деле из PIDAT.NET выводит всю эту информацию, которая генерируется страничкой. И вот теперь, зная об этих глобальных объектах, мы попробуем с ними что-то сделать и написать какой-то обработчик. Вернемся в Visual Studio, перейдем на файл кода Default SPX CS и перейдем в обработчик кнопки Button 1 Click. Что мы можем сделать самого простейшего в данном случае с нашей кнопкой? Давайте обратимся к стандартному объекту Response. Он доступен у нас просто по названию Response. У этого объекта Response, когда мы нажимаем точку, вываливается огромное количество разных методов, которые, в принципе, можно использовать. Но мы воспользуемся одним методом. Response.Write. Это метод, который позволяет нам просто в тот момент, когда мы проводим обработку этого кода, выкинуть что-то пользователю. То есть каким образом это выглядит? В конце, когда страничка SPIDAT.NET будет делать вот этот самый свой цикл и вызовет метод render, который отрисует HTML-код для всех-всех-всех элементов, будет все то, что мы выведем сейчас через Response.Write, будет выведено на эту страницу. При этом это будет выведено до страницы. То, что я не сказал. Вот у нас на Toolbox есть большое количество разных элементов управления. И большинство, я думаю, воспользовались именно вкладочкой Standard, то есть стандартными элементами SPIDAT.NET. А есть еще вкладочка HTML. Вот HTML — это не элементы SPIDAT.NET. Это для удобства. Здесь заведены все элементы, которые существуют на HTML-формах. То есть просто HTML-элемент. Без всякого тега Runet Server, без тега ASP. То есть это просто HTML-элементы. Соответственно, для них поведение, конечно, будет немножко другое. То есть никакого серверного компонента для них не будет. Ну так вот, мы можем вызвать этот самый метод Response.Write и что-то добавить в буфер вывода нашей странички. Ну давайте стандартно. Что делают? Hello, world. Как же этого не сделать? И после того, как мы это написали, нажимаем Ctrl F5 для того, чтобы не заморачиваться с дебаггером и временем загрузки всех отладочной информации. И у нас загружается наша страничка. Но теперь она имеет какую-то логику. Причем уже какую логику? Если мы нажимаем на кнопочку, у нас появляется текст. При этом, теперь самое интересное. Поскольку мы с помощью метода вот этого HTTP Response Write вывели текст непосредственно в буфер, который выводится пользователю, если мы посмотрим на исходник страницы через ViewSource, мы увидим, что у нас на самом деле текст странички выведен после. У нас выведен некий текст до этой страницы, то есть он просто выброшен, как был. Это, конечно, замечательно, но абсолютно в контексте нашего странички, в контексте нашего приложения никак не юзабельно. Почему? Потому что, ну а зачем нам этот текст здесь нужен? Поэтому это неправильный метод на самом деле вывода информации. Так, например, если мы пишем PHP приложение, у нас есть серверные вставки посередине разметки, там мы используем метод Echo и выводим текст, он выводится непосредственно между теми блоками HTML-кода, которые у нас есть. Ну, собственно, логично, так оно работает. Такое же можно сделать в разметке SP.NET, но это не наш метод, поскольку мы используем объектную модель, модель элементов управления, нам надо делать все несколько по-другому. Каким образом? Давайте пойдем на нашу страничку Default SPX и добавим сюда еще один элемент управления, куда-нибудь, все равно куда, элемент управления, который называется Label. Самый, пожалуй, простой элемент управления называется метка, просто элемент управления метка. Мы можем присвоить ему какое-то имя, так, по алфавиту, идентификатор, ну, на самом деле, я оставлю Label 1. Переключимся в Default SPX CS, файл кода, и здесь вместо строчки Response Write напишем что-нибудь другое, а напишем именно Label 1. Label 1, поставим точку, и нам выпадет список методов и свойств, которые доступны для элемента управления метка. Вот, к сожалению, на Control тут завязана прозрачность, но, я думаю, вы это увидите все у себя. Соответственно, у нашего элемента управления метка есть много свойств, на которые мы можем как-то повлиять. В данном случае давайте повлияем на свойства текст. Свойства текст, и вот как раз свойству текст присвоим текст Hello World. Можно написать что-нибудь другое. Вот хорошо, если мы это сделали. Теперь, если мы нажмем Control F5, мы запустим приложение на выполнение, нажмем на нашу кнопку, и у нас изменится текст вот этого самого элемента Label. И если мы теперь посмотрим исходный код страницы, мы обнаружим, что у нас никакого текста лишнего никуда не выведено, а вот эта самая метка Label на самом деле превратилась в элемент Span с идентификатором Label1, и в нем содержится текст Hello World. При этом, вот тут-то как раз и играет наш самый механизм хранения состояния. Если мы посмотрим на поле ViewState, мы обнаружим, что там стало гораздо больше символов. То есть туда сохранилась вся какая-то информация. Собственно, какая информация у нас сохранилась? У нас сохранилась информация о том, чему равно вот это значение текста для метки Label. Почему это нужно? Сейчас я расскажу. Почему это нужно? Дело в том, что на исходной страничке у нас для метки Label присвоен текст Label, просто Label. Мы провели какую-то операцию, мы изменили текст этой метки, но при этом этот текст не отправляется на сервер при каждом постбеке, при каждой отправке данных браузером на сервер. Поэтому нам необходимо где-то сохранить эту информацию. Вот, собственно, она в этом самом ViewState и сохраняется. Точно так же мы можем создать какие-то обработчики событий для других наших элементов управления. Давайте попробуем это сделать. Например, можем вернуться в дизайнер, перейти к нашему выпадающему списку, в котором у нас есть какие-то значения, и воспользоваться либо окном свойств, либо вот этой самой всплывающей галочкой, называемой Smart Tag, для того, чтобы установить свойства Enable Auto Postback. Это означает, что при каждом изменении значения в нашем выпадающем списке должен происходить запрос на сервер. Теперь мы делаем следующее для того, чтобы продемонстрировать, как контролы могут еще между собой взаимодействовать. Двойной очередочек по нашему выпадающему списку. У нас генерируется стандартный обработчик события Dropdown List Selected Index Changed, то есть событие, когда у нас происходит изменение индекса в выпадающем списке. И давайте здесь сделаем то же самое на самом деле. Скопируем сюда строчку Label Text равно, но присвоим ему не Hello World, а тому значению, которое выбрано в выпадающем списке. Мы пишем Dropdown List 1, ставим точку, у нас опять выбражается огромное количество свойств, но мы выбираем, например, Selected Value, то есть выбранное значение в нашем выпадающем списке. И теперь будет интересно на самом деле, как оно у нас отработает. Запускаем приложение на выполнение, нажимаем если на кнопочку, то у нас изменяется метка Label, а если мы выбираем другое значение, то у нас происходит следующее. У нас на наш Dropdown List подвешен JavaScript, который будет вызывать обращение на сервер. При обращении на сервер у нас будет происходить та логика, которую мы описали в обработчике изменения клика. То есть вот мы меняем значение, и у нас, собственно, происходит изменение метки Label. Опять же, если мы посмотрим на разметку страницы, мы обнаружим следующее, что у нас появился дополнительный скрипт. Специальный скрипт — функция, которая вызывает собственно обращение на сервер. И из этой функции очень многое становится понятно про инфраструктуру SP.NET. Как она вызывается? Давайте сначала посмотрим, как она вызывается. Для нашего Dropdown List создан клиентский обработчик события onChange, JavaScript события на стороне клиента. В этом JavaScript onChange используется функция, которая определена в JavaScript файлах, подключенных к нашему проекту. SetTimeout — на самом деле некоторая задержка, которая вызывается до, которая происходит до вызова функции PostBack. Зачем это нужно, мы потом еще посмотрим. Вызывается эта функция PostBack, и функция PostBack выполняет следующую операцию. Эта функция проверяет, делаем ли мы Submit формы, а мы в данном случае его действительно делаем, и она устанавливает значение, какой элемент управления вызвал Submit, и какое событие этого элемента управления вызвало Submit. То есть, sp.net для нашего выпадающего списка создал код клиентский, который вызывает JavaScript функцию и передает ей параметр, идентификатор самого элемента управления и название события, которое возникло у этого элемента управления. Для того, чтобы на стороне сервера серверная инфраструктура поняла, какой элемент управления отработал, что в нем отработало, и какой метод обработчик нам необходимо вызвать. Все это делается через скрытые поля. Но вот сейчас мы как бы создали базовую форму. Думаю, всем понятно, как вообще создается форма, как они работают. Думаю, что это достаточно простая концепция. Но на самом деле она очень сложная. В свое время, когда я программировал на Perl и PHP, вот именно вот это был самый сложный момент для того, чтобы понять и перейти от концепции, когда у меня есть код, который генерируется, ну как бы такая вот колбаса, там что-то генерируется, обрабатываются запросы, к вот этому механизму использования элементов управления, который еще имеет концепцию событий. Это, пожалуй, было самое сложное. То есть, мозг, оно ломает, конечно, немножко, но не сильно.